Баскетбольные чудеса 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 войдет в строй, и тогда уже УГМК будет в полном составе. Еще раз нам начинают стартовые пятерки. Кемяжеская вторая, Валентиена Куптьяна Филипайтис. Вичи Айтис, который тренирует, кстати, Мантас Шерфорс. Помогает ему знаменитейшая в недавнем прошлом лисовская баскетболистка, чемпионка Европы Юрхита Штримикита. Артешина, Якоб Соне, Левченко, Берн и Паркер. Две американки, с которыми сборной России предстоит встретиться в Лондоне на Олимпийских играх. Если, конечно, турнирная судьба сведет сборной России и Америки, мы на это будем очень и очень надеяться. Андерсон, Финн, Ларсен, Датчанин и Ротсон норвежка. Ну, кто-то из них норвежка. Либо Андерсон, либо Ротсон. Поскольку в середине, наверное, у нас мужчина главный арбитр. Хотя, может быть, и женщина. Да, вот Андрей Лукьянов, который находится рядом. Мне подсказывает. И ее, собственно, в центральном труде. Опять же, она. Гражданка Ларсен. Аут в пользу УГНК. И Сьюберт с мячом. Ну, по статистике, она сделала в первом матче в чемпионате России 7 потерь. Но потребуется небольшое время, чтобы партнеры нашли с ней взаимопонимание. Вот сейчас, можно сказать, синхронно выступили в защите Якобсона и Сьюберт. Соперник растерялся. Мяч упустил в аут. Правда, кто-то из девушек, из их территории, коснулся все-таки этого мячика. Валентиене. Рядом с нашей комментаторской позицией. Пилипайтес. Не так просто обойти Левченко. Возвращает мяч на периметр. Здесь атака почти без прицела. Выбивает мяч у Паркер. Кемежис. И он, собственно, от нее и уходит. Сью не торопится. Два нот в пользу ОГНК. Здесь отчаянная группа в количестве, ну, примерно 15 человек болельщиков из Екатеринбурга. Постоянных спутников своей команды. Фан-клуб с тремя барабанами. Костюм лисицы. Баннеры. Все здесь присутствует. Шумовая поддержка обеспечена гостям. Лехторович. Скидка в угол. Валентиена Бертни успевает. Здесь Екапсоне. Наводила на Артешину Лехторович. Но подталкивала при этом в корпус. Белорусскую баскетболистку. На трибунах присутствуют, кстати, здесь две баскетболистки белорусские. На площадке это Левченко Лехторович. Одна, ну, можно сказать, действующая с Нитиной на трибунах. Восстанавливается тоже после травмы. Уже два года не может нормально заиграть. Расторгал контракт с Оренбургом. И Масиленене, по-моему, вот так вот звучит фамилия еще одной белорусской девушки, которая закончила уже свою баскетбольную карьеру. Во всяком случае, в сборной больше не появляется. Екобсоны, левая ударная, 4-0. Пропустили. Пилипайтисто не решилась атаковать из-под кольца. Кемежис опережает сейчас Панкер. Лехторович ее зажимает, пытается здесь убровки Екобсоны. Валентиены. И еще одна атака издали. Нет, пока не получается прицелиться. Достает мяч Кэндесс. Ближайший отдают. Это Сьюберт. Сью уже видит передачу. Получает только мяч. Первый удар в пол. Но эта передача не проходила. Левченко теряет мяч. Отдает его в середину на Валентиены. Сьюберт. Размен неразнозначный против Виты Куктиены. Здесь фолл, вернувшийся в защиту. Лена Левченко. Нарушила правила. Два командных замечаний у ГМК. У хозяек пока ноль в этой графе. И упустили. Упустили. Прозевали. Кемежис под кольцом. Между собой как-то не договорились. Ни Артешин и ни Паркер. 4-2. Левченко продавливает Кемежис. Но та накрывает ее при развороте в левую сторону. Валентиены. Но я, кстати, вам не назвал фамилию еще, конечно же, Сандры Ленкевичены. Игрока, которая совсем недавно, около месяца находится в распоряжении у ГМК. Играла изначально на старте этого сезона за Вичи. Но затем этого сильного игрока и капитана переманили себе уральчанки. Но по джентльменской договоренности у нее все в порядке со здоровьем. Она там на заднем плане, может быть, где-то и мелькнет с мужем, сидит здесь. Играет в сегодняшней встрече. Просто потому, что вот так вот договорились команды. Проход под кольцо результативный. И Куктияне сравнивает счет. Это толчок в спину. Кэндис Паркер получает удар от Куктияне. Первое командное замечание. В любом случае, новые игровые сочетания. Новая девушка в ротации команды. Пусть и такая великая, как Сюгер. Столько лет в составе Спарты. Столько побед в составе Спарты. Трехочковая попытка и подбор. Левченко спорный мяч показывают арбитры. И по очередности владения сейчас Вичи будет атаковать. Пошла через центр. Здорово как Куктияне. В лицевую бросок. Нет, не повели пока литовки. Хотя атака была. Мячик попал в душу. Еще 24 секунды. Пилипайте с издали. Паркер забирает отскок. Хорошо вошла Ольга Артешина и забила легкий мяч. Пилипайте с ней не соперница была в этом эпизоде. 6-4. У ГНК вновь вышел вперед. Левторович наводится. Пилипайте с одной Артешина успевает. Но на противоходе ловит ее Пилипайте с. Идет к кольцу Валентины издалее. Первая трешка залетает в кольцо УГНК. От штатного снайпера. Валентины похоронила здесь Валенсию с сиреной. Своей фирменной трешкой. И вскоре после этого следовала отставка Натальи Кейковой. С поста главного тренера. А вот Е Кобсоны. И наш ответ Чимберлену. 9-7. Золотая левая. Лехторович. Артешина защищается чисто. Передача на Кемежес не проходит. А вот так вот. Разрез двух игроков. И вновь одна на дуге Рима Валентиена. Очень опасно. Она ведь может и серию выдать. Результативную. Артешина. Передача в пол. А почему бы не засчитать этот мяч? Красиво. Уже разогналась. На первом ли шаге. Не на втором. Диана Нолан после таймаута появится на площадке вместо Анет Йекобсона. А здесь, ну, по-прежнему еще новогодний рождественский танец девушек из группы поддержки. Такие там акробатические номера на кольце. А здесь, ну, по-прежнему еще новогодний рождественский танец. Ну, нет, к сожалению, у меня интершума и слов Альгераса Паулауслеса своим игрокам. Ну, собственно, дружным таким миром, хоть и играют в разных залах, живут Вичи и Жальгерес, поэтому и группа поддержки Каллинского Жальгереса здесь танцует. Разминаясь и своеобразную тренировку проводя перед завтрашним поединком с кинками. Паркер, Нолан. Сгорячане атакует. Хорошо получает мяч в позиции центрового игрока Ольга Артешина, но при получении Валентиена нарушала правила. Ну, три командных уже и у Вичи догнала литовская команда нашу по нарушениям. Берт. Дальняя атака, подбор Левченко. Еще один подбор, и здесь фолы. На этот раз Лехторович попалась. Четвертый фолл, но у ГМК явное преимущество Ростовое. Там есть, конечно, тяжелая Гемежес, но в основном, попробуйте справить здесь с Левченко, к сожалению, не точный бросок с линии штрафного броска. Первые попытки. Вторая попытка точная. 10-7. Четыре минуты с небольшим до конца первой четверти. Валентиена с мячом против Берн. Бол в нападении. Калипайте с Олегу Киены. Место Кемежес на паркете. У Вичи под 15-м номером Ванда Сипавичута. Берт. Еще раз. Из-за периметра. Пока прицеливается. Не докрутила мяч сейчас Паркер. Он ушел от Сипавичута. Показывает ли второй вещь, но, по-моему, там боролась центровая. Аистас впервые на площадке Сандрин-Груда. Место Левченко. И первая же атака француженке не получился. Полукрюк правый. Но вот я смотрю, видя смелость Берт на периметре, может быть, посмелее станет в этом же компоненте и Ольга Артешина. Почаще будет атаковать. И разбросается. Помогла Ольга за получение. Перехватывает мяч. Сандрин-Груда. Продолжает атаку. Здесь уже Паркер, Берт. Опасная передача. Перехватывалась она, в принципе, сейчас Нолан. И еще раз Берт. Можно готовить атаку. Шесть секунд остается. Сандрин-Груда. Попала. Рука соперницы была рядом, но Сандрин сейчас не дрогнула. 12-7. Непростая четверть. Но очень неплохо пока по защите. Вот здесь провалились. Только захотелось похвалить. И провал. Сипавич Уте. 12-9. И совсем рядом уже соперник. Заброс. Выбралась честью из этой ситуации Груда. Дальше что Паркер придумает. Накручивает вправо-влево. Атакует с левой. Не попадает. Лехторович. Выбивает мяч без нарушения правил Нолан. Свеберт на Диану. Такой атлетичный проход. С наскоком. Навала от Нолана. Вряд ли стоит ожидать при ее габаритах. 14-9. Две минуты до конца первой четверти. Пилипайте с Валентины. Лехторович. Вновь в центр пошла. Здорово. Здорово. Вышла сейчас на замену Сипавич Уте. Очень надежна она при получении в трехсекундной зоне. Готовится еще одна замена. Совсем юная. Лина Пикчута появится на паркете. Еще раз Свеберт. Это третья ее атака издали. Если не четвертая. За четверть. 14-11. Перевеса почти нет. Сипавич Уте ставит заслон. Отваливается. Лехторович проходит центровой. Но та не атакует с этой дистанцией. Валентины уже на истечении времени атаковала. Ай-яй-яй. Едва не выкрутила мяч из кольца. Повезло сейчас Кандес Паркер. 16-11. Лехторович опять в центр. Но здесь выбивает мяч у нее Сьюбер. Разгоняется. Не лишняя ли передача была от Ольги Артешиной. Но разыграли в итоге лишнего. А то и двух лишних баскетболистов ГНК. И получили вот такое преимущество. 7 очков. И еще коротенькая атака будет. Возможно с центра площадки даже. Если соперник сейчас не поторопится. Перепаетесь пока с мячом. И обыгрывает. Обыгрывает Сипявичу. Ты уверен? На Кандес Паркер. 6-5-4. Сьюбер сама будет. Нет. Сандрин Груда. Успевает провести атаку. И два очка засчитаны. Уже после того, как прозвучала сирена. И загорелась красная линия на табло. Мячик провалился в кольцо. Но выпущен он был вовремя. Поэтому 20-13. У ГНК выигрывает первый четверть. Статистика немножко запаздывает. Я посмотрю по табло. У ГНК 6 очков. У Кэндес Паркер. У соперниц 6. У появившейся буквально последние 2 минуты. Сипавичу-то. По 7 подборов. У ГНК. Ну, вряд ли. Вряд ли на... А, нет. Ну, хотя все правильно. Да. На 9 атак 8 результативных передач. Теперь есть правильный сладкий. Третий номер. Короткая 3-минутная пауза. Никаких особых рекомендаций Мансас не выдал своей команде. А вот мы видим те самые удачные действия Сипавичу-то. Еще раз. В другой точке показали нам самую удачную атаку. Пикин-рольного типа. У ГНК. Видмер появилась на паркете и вернулась. Е-Капсоне. Сьюберг отдыхает. Ну, как отдыхает? Сейчас разговаривает с ней Паула Ускас. И говорит об организации игры. Груда в лицевую. Уверенный проход. Вот с нашей точки, с обратной стороны площадки, кажется, что там возможен застук. Видимо, где тонко, там и рвется. Двадцать два-тринадцать. А Питер Ярд, сколько тяжелое. Кемежес едва не попал сейчас в кольцо. Левченко заменила Пакер. В последний момент Валентина убрала руку и мяч ушел за пределы лицевой от Е-Капсоне. Телепайтис. Еле-еле дошла до середины площадки. Затем пошла в проход. Телепайтис неуклюже. И, соответственно, забросить не смогла. Промах и подборничь в ромщике. Но второй раз слишком много усилий прилагает Левченко, находясь в непотребственной близости под кольцом. Фолл Лени Левченко. Второй, по-моему, персонально замечательный. Два у нее, два у Е-Капсоне. Да, шлепнула по кисти. Телепайтис. Отпустила Левченко в лицевую. Здесь тоже был толчок в спину. Да, 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 да. Немножко запоздалый свисток против Пикчуто. Но нарушила правила девушка под 11 номером. Диану Нолан. Сейчас на позиции разыгрывающей. Кэппоинт, кстати, отправилась в Пенербахче, но выступать в Евролиге не будет по договоренности со своим клубом, а только в национальном чемпионате будет заиграно. Еще один фолл. Это второй фолл получает... Кемежус. Нолан пока созидает не ее атакующий момент. Третий фолл подряд. Пикчуто. Нолан нарушает правила. Вместо Кемежус под 15 номером. Странно, почему убрал ее в самом начале четверти. Я имею ввиду Соколичуто. Мантас Чернес. Пикчуто. 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 Накрытый образок. Правда, отлетел он в руки Витмир. Еще одна атака состоялась, но это не точный процент. Не самый лучший сегодня у ГМК, прямо скажем. Филиппайтес. Диана Нолан подставляет руку. И Капсоне. В раннем нападении уверенно действует, деморализуя соперника Нолан своим уколом. 24-13. Правильный счет. Немножко запаздывает. У нас в левом углу экрана статистика. Третий фолл. Елена Левченко получает. И разумеется, тут же поднимается скамейка Кэндис Паркер. Нездорово это. Еще нет и середины второй четверти. Левченко надолго теперь присядет. Филиппайтес уверенно выстрелил из-за периметра. 24-16 стал счет Кэндис Паркер. Возвращает мяч на периметр. Здесь Екапсоне 3 очка. Ну вот дважды в этом матче команда атаковали издали. И два раза Екапсоне отвечала своим визави. Сначала Валентиена, а затем Филиппайтес. Пока обе дальние атаки у ГМК на счету легионера из Латвии. Валентияна прорывается под кольцо. Задевает руку. Жестко убивая достаточный мяч Диана Нолу. Это штрафные броски. Две точные попытки. И тут же контратака от УГМК. В быстром отрыве забивается Андрей Груда. 29-18 плюс 11 по-прежнему у ГМК. Филиппайтес поднимается. Заслон от Куктияна. И перехват. Диана Нолан бежит. Быстрый отрыв. Высоченный прыжок. И 31-18. Третий раз за вечер на площадку выходит группа поддержки Кауэновского Жальгереса. Ну, с одной стороны, волнительно. С другой, немножко нервно должно работаться здесь, на родине Альгерсу Паулаускусу. Но более высокий рейтинг, в любом случае, у ГМК еще может получить по окончании группового этапа. И еще принимать на своей площадке Валенсию. И здесь, я думаю, должен состояться реванш. Не всякого сомнения. Ну, и той же Валенсии еще играть против Галтасарая. Там тоже кто-то из соперников может потерять очки. Так что, в любом случае, либо на второе, либо на первое место у ГМК еще может подняться. А там дальше все равно распределение мест и получение более легкого соперника по... Ну, скажем так, одно и восьмой финала все-таки. Валентины. Валентины. Вилли Пайкес. С трудом вырывается из цепких объятий Паркер. Паркер бросается помогать еще Сандрин в груди. Мячик улетает прямо к нам на комментаторскую позицию. Андрей Лукьянов вернул его в игру. Одна секунда остается всего-навсего. Видите, красненькие квадратики у соперника. И перехват. Ошибаются Вичи. И еще в раннем нападении Нолан забрасывает мяч. Легкий 33-18. С линии штрафного броска примерно. Сьюберт. Отдохнула 4 минутки с лишним. Вновь в игре. Паркер против Кведровичуты. И еще одна потеря у соперника. Видмер со скоком от щита. И здесь слишком сильно она отбивала мяч после подбора собственного. Ну, извиняйте на свою оплошность. Нет, на прессинг это вряд ли похоже. Восемь потерь у Вичи. Семь у ГМК. Филипатис. Груда смачивает этот мяч в воздухе в руки Витмер. Кэндис Паркер. Нет, опять арбитр заранее показал, что попытку это он не засчитает. Но и мяч в кольцо тоже не попал. Вместо Витмер Артешина возвращается. Они на одной позиции, на третьей играет в этом сезоне. Кведровичута нарушил правила на первом шаге. Четвертая командная у Вичи. Следующий фолл уже будет пробиваться. Диану Нолан в угол. И вот этот самый фолл состоялся так рано. Витмер Твити встает на лишний штрафного броска. 34-18. Диану Нолан. Семь очков уже. Ни одного хромаха. Восемь. Три из трех с игры. 2-2 штрафные. Валентиена, да. Тиена. Два игрока сборной ветвы. Филипайкис. И вновь Диана Нолан. Подработала себе мяч на ход. Здорово. Паркер. Да, желания было много. Опять же, едва оно не подвело. Слишком сильный был удар общит. Но мячик все-таки оказался в кольце. Второй раз повезло Кэндесу. В этой встрече плюс 19. У ГМК. Сипович Утэ. Дальняя атака. Точный бросок в исполнении Куртияны. Север. Север. Проход под кольцо. И накрыли ее здесь. А здесь наказали персональным замечанием. Четвертое командное нарушение УКНК. Сью говорит, ну, нет, держала за запястье Валентина. И чисто мяч сыграла. Вот 10-м номером впервые в этом матче Акачките. Самая молодая баскетболистка, 19-летний. 20 исполнится 3 февраля. Кстати. Вот-вот. Заруда. Куртиены. Результативная четверть для Куртиены. Дальняя атака, средняя. Стремительно отправляет мяч нападение из Юберт. Плохо отдала сейчас в ноги Ольга Артешина. И потери у УКНК по потерям фактически сравнялись. Пилипайтис. Повисла у нее на руках Диана Нолан. Штрафные в любом бы случае состоялись. Но и так, и так по 5 командных замечаний. Теперь 2.10 до большого перерыва. Диана Нолан. Результативная чиперка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два из двух штрафные Кэндис Паркер Замена Сьюберт присаживается во второй раз В этой четверти Он не вышел со старта Затем вошла в игру Но пока-пока Созидания Строгого мы не видим В ее исполнении нужно время Чтобы стать Хозяйкой На паркете В составе УГМК 39-24 Полторы минуты играть Проход под кольцо Акачкита Ой, какой хороший пас Но немножко не успевала к нему Оля Артешина Акачкита Левторович Калипайкис Сипович УТ Первый промах Ее, пожалуй, в этой встрече Паркер по центру И Сандрин Груда Ой, кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей Пробежка Обидно Буквально на гулливерских шагах Поддерживает Быстрый отрыв Сандрин Груда Ну, может быть, что-нибудь там И было По Вичуто Перехват Еще один Паркер Опять по центру Она убегает Нолан Не дают чисто забить 40,4 секунды По атаке осталось И у тех, и у других Штрафные Диана Нолан Замена Опять Сьюбер Что за замена интересная Вновь вместо Е Капсоне Сьюбер На защиту она сейчас выходит И на организацию Последней атаки Последней атаки Матч В этом матче Она третий снайпер Своей команды В этом сезоне Вслед за Куб Тиены И Ленкевич Эны, которые уже не в составе А в составе УГМК Еще одна контратака Завершилась Результативно Это Паркер Догнала В протоколе Диана Нолан 3,8 секунды Осталось Отобороняться Акачките За лицевой Выбрасывает мяч Счет 43,26 Плюс 17 УГМК Лехторович Получает мяч Состоялась Такая атака Но через руки Круды Пришлось Атаковать Вайди Сипавич И счет Не изменился Команды Отправляются На большой перерыв Григос Второй тренер Помощник Паула Лаваскаса Несколько Для кого-то Приятных Для кого-то Может быть Нелицеприятных Слов Раздевалки Хотя я думаю Что не отличается Особой грубостью Матас Шерниус Он Наоборот Стратег И будет дальше Работать Над Тем Чтобы вот эта Пропасть Стала чуть меньше Мы констатируем Еще счет На табло 43,26 И небольшая Пауза И для вашего Комментатора И для вас Немножечко Расслабьтесь И вернемся Через минут 12 Сюда В Портухали Мы вновь с вами В Каунасе И продолжаем Рассказ О матче УГМК Вичи В розыгрыше Евролиги Группа УГМК После первых 20 минут Ведет со счетом 43,26 По статистике Здесь все цифры В пользу Уральчанок Они выигрывают Подбор Со счетом 19,15 С хорошим Процентом Попадания Атакуют 51 Общий Это включая Средние И дальние Броски 5 потерь Сделали уральчанки По официальной Статистике 10 Хозяйки Цифры Полностью Совпадают УГМК По очкам Набранных На потерях Собственно Как у Вичи 14,3 И Те же самые Цифры Мы видим По очкам Набранных Быстрых отрывов То есть Это перехваты Соответственно Трехочковая Атака была У Вичи И 14 очков Из разных Игровых ситуаций Набрали Гости По баллам В трехсекундной Зоне 26,12 Более чем Двукратное Превосходство Но здесь Действительно Преимущество В росте Да и в технике УГМК Вот еще раз На всякий случай Вам Легкая статистика 8 перехватов Против В двух Девять результативных Передач У ГМК Лидеры по перехватам Диана Нолан Три И Татьяна Витмер Два Это вот из тех Девяти Девяти Стартовая пятерки На вторую половину Сьюберт Нет Уральчанок Екобсон и Инов Из задних Это фаркете Артешина Третий номер Четвертый Паркер Пятый Сандрит Груда Лехторович Валентиены Пилипайтис Кемежис И Куктиены Первая атака Витчи Екобсоны Проход пошла Валентина Перекрывает Елицевой Здесь Артешина Центрит И от счета Забивает Лехторович Здесь Опять же Преимущество В Росте Было у Оли 45-26 Лехторович Едва Пробежку Не допустила Валентина Из такого Заслона Выбраться Невозможно Было Диане Нолан Упирается Она в Кемежис Как в скалу Получает Толчок В Подвздошу Подвздошную Область И до сих пор Так в себя Не может Пройти На жесткий На жесткий Заслон Нарвалась Солнечное Сплетение 45-29 Екапсона Промахивается Передача Получила мяч Артешина В углу 9 секунд Остается Владение Трехочковая Попытка Нет От Валентины Мяч уходит Вал 4 секунды Всего Остается Не очень Разумительная Атака Пока у ГНК В любом случае Время Остается Только на Получение И на Бросок Наброс На Нолан Прыжка Хватило А прицела Нет Диане Кемерас И Быстрая Атака Всполнение Кэндис Партер Когда не Рассусоривают Уральчанки Получается Многое В этой встрече Основные Мячи Заброшены В таких Ситуациях Мяч Уходит Отпилипайтесь Все игроки Находящиеся На площадке Замерли Никто За этим Мячом Не погнался Пробежка Второй Раз Фиксируют Ее Женщина Арбитр Из Дании Каролина Андерсон Перехват Ольга Артешина Пока Одна Очень грамотно Очень грамотно 1-1 Детсо Переиграла На Куктиене Шесть очков На счет Ольга Артешина В этом матче Куктиене В свою очередь Устроила День Военно-воздушных сил Кэндис Кэндис Паркер Кэндис Паркер Кэндис Паркер Грамотно Грамотно Смахивал мяч Смахивал мяч со спины Лекторович Ну пойду Мяч ушел Как раз от нее Место Пилипайте С под седьмым номером Манты Кведорович Результативный проход Лекторович Опять в статистах Оставила Кэндис Паркер Пол Куктиене Третье персональное замечание Это больше всех У Вичи Вместо Куктиена На паркете Лина Пикчута У нас Сью-Берн Меняет Диану Нолан Еще два очка От Ольги Артешиной По восемь У Артешиной И Екобсон И Сандрин Груды Не защитный мяч Фолл при получении Ольга Артешина Получает Своё первое Персональное замечание Левченко Почти целый четверть Просидела в запасе Получив Три фола У Лены Левченко Пока одно набранное очко И Хотелось бы увидеть Ее Активные И результативные Действия В этой встрече Еще Федорович Уто Перехват Екобсоны Федорович Уто Левченко Оказывается Впереди Пытается выиграть Эту дуэль И забрасывает Таки свой первый мяч В матче Поддержал ее Сейчас Осторожно Кэндис Паркер По-моему Наступила на ногу Соперница На приземлении Да-да-да-да-да Посмотрите Этот момент И вовремя Оказалась рядом Кэндис Призовая попытка И Три очка В одной Атаке Набирает Елена Левченко 54-33 Плюс 21 Максимальный Перевес В пользу У ГМК По-моему В этой встрече Левторович Возвращает 19 В минусе Для своей команды Пол Пикчута Заслон Ставила Под кольцом При проходе В лицевую Для Даже не заслон А барьер Проходим Тоже Третий пол И Под 14 Номером Впервые В этом матче Еще один игрок Сборной Латвии Ая Путниня Кендас Паркер Самый результативный игрок Начала года В УГМК Она стала лучшей В матче С Ногинским Спортавком Но сегодня уже Перевыполнила И план той игры 16 очков Набрала пока Кемежас Против Видмер Продавила Татьяна Татьяна Видмер Еще подбор Выиграла Дуэль Сразу двух игроков Соперника Улифторовича Путнини Средняя попытка Ая Путниня Ну так в одном матче Друг против друга Находясь В составе Российской команды И литовской Могут пересечься Игроки сборной Беларуси Игроки сборной Латвии Паркер Против Путнини Обыгрывает Классно Мягкая кисть Какая Кэндис Паркер Левая У него соперник Отвечает Видоровичуто На встречных курсах Еще раз Заводная Кэндис Паркер Проваливается Здорово Пол Почувствовала Свободу Свободное Пространство Путниня Четвертая Командная Уичи Три минуты Играть Еще в этой Четверти Сипавичуто Вместо Кемежис Второй штрафной Кэндис Забросила 19 очков В ее активе Пол Дианис Нет, Кэндис Паркер Получает Персональное Замечание И отправляется Передах Вместо нее Сандрин Груда Двойный центр Сейчас Левшинка Груда Посмотрим Как они справятся С Вайдеси Павичуто Фолы Четвертый фол Леня Левченко В таком Казалось бы Безобидном Матче Когда дело Вряд ли Дойдет до драки Игрок Получает Четыре Персональных Замечания Я думаю Что два Из них Были лишними Один штрафной Качки Забивает Витмер С мячом Не ошибается Витмер Вместе с Нолан Квейдера Вичута Еще одна Ошибка И пожалуй Перепауз Паулаус Если придется Брать Тайм-аут Здесь Александрин Груда Поспользовался Своими габаритами Против Квейдерович Сипавичу-то На помощь Не успевала В углу Сейчас У меня Лекторович Пробежка Татьяна Лекторович Сидор Ай Хотел сказать Наконец-то Попала Не везет Сью В этом матче Хоть Плачь Процент попадания 0-2 Дальние 0-4 Средние Здорово Находясь Буквально В ближайшем В ближайшем положении Левченко Мячик Который Как ман На небесной В руки Свалился На периметр Его отправила А дальше Атаку У ГМК Завершила Диана Нолан В ближайшем 65-44 Минута 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 15-15 До конца Третьей четверти Валентиены Суповичуты Пауль Пилипайтис 6 секунд Едва Диана Нолан Мяч В свою корзину Не отправила Пятый командный фол Татьяна Видмир Встанет на линию Штрафного броска И получит возможность Внести свою фамилию В протокол В графе набранные очки Вот сейчас уходит Левченко Значит Вместо нее Артешина Значит Видмир сейчас перемещается На позицию Четвертого номера Два из двух У Тани 67-44 Но очень приятно Что Вичи Не сдается Несмотря на вот это Отставание Казалось бы Катастрофически Но команда играет Команда ищет Команда борется Сейчас мяч улетает За конструкцией После броска Путнини Сьюберт Наконец-то Наконец-то Браво После передачи Нолан Сьюберт Открывает Свой лицевой счет Попадает За периметр 70-44 Задела мяч Задела мяч Диана Нолан 0,3 секунды У Вичи Задела мяч улетает Сьюберт Сьюберт Сегодняшним успехом Мы с вами наблюдаем дальнюю атаку Рима Валентины Быстрый обрыв Исполнение Вичи Но вот по По нарезке моментов Местные телевизионщики Смотрите Жалуют свою команду Такое впечатление Что В счете ведет Команда сопер 20-13 Первую четверть 23-13 Вторую 27-18 Третью Поступательное движение Игроков у ГМК На заключительные 10 минут Не сомневаюсь Что матча Последнее производственное Совещание Перед началом Этой 10-ти минутки И тех и других Таня Витмер Немножечко запоздала Но у нас не было Такой возможности раньше Поздравляем с днем рождения Которое состоялось Восьмого Января У ГМК начинает Четверть Фул Кемежес Третье персональное Замечание У Аманды Кемежес Труда В разрез между двух снайперов Выбросило мяч И Екапсон и Эльберт Не разобрались Кому руку протянуть за ним Понадеялись На А8 Второй еще Валентина Второй фолд Ольги Артеш Два штрафных Откуда два штрафных При развороте При атаке Сигур Наказан вторым Персональным Замечанием Команды 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 Ситуация играла Можно было бросать Очень быстрое решение сейчас приняла Кимежис. Неожиданно для Ольги Аркешиной. Не была Оля готова защищаться. Ведмер через центр. Вот так. Сама себя обманула. Слепайтесь, Левторович. Еще раз. Тяжело. Сдаются такие выкрутасы больным коленям. Кимежис. А это Ольга Артешина. Перебирается за 10 набранных. Первая трехочковая попытка Оли. 73-48. Плюс 25. Фора. У ГНК. Тиене. Одна на периметре. Чего стесняться. А здесь еще и из-за спины у защитницы выскочила Таня Витмер. Спасла эту ситуацию. Слишком долго думал. Либо сразу атаковать, либо уже что-то разыгрывать. В такой ситуации. Тиене. Ее! Продолжение следует... 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 Два штрафных броска выполнены. Пятый номер у Гринька. Анна Пьеха Псона. Два точных штрафных. Семьдесят девять пятьдесят два. Хорошая, хорошая быстрая атака. С подключением четырех игроков. По-моему, только Ольга Артешина страховала. На всякий случай. Но Кемежис-то не очень торопилась защитой. Кэндис Паркер. Двадцать одно очко в протоколе. Из восьмидесят одного набранного команды. Это Били Пайтис издали. Ольга Артешина забрала подбор. Как не тянула ее за руку Кемежис. Еще раз Паркер. Левшенко. Что ж так, а? С третьей попытки. Кэндис Паркер забирает отскок. Возвращает мяч на периметр. И ошибка. Ошибка Дианы Нолан. Отправляет на площадку сейчас Паула Укас Екатерину Безгодову. Не успевает на перехват Дианы Нолан. Пили Пайтис попадает под блокшот. Кэндис Паркер. Акачки-то. Кемежис. Екапсоны. Трехочковая попытка. И плюс 30. На табло. 84-54. Почти. Почти. Реализовали этот быстротрыв. Екапсоны и Нолан. Пили Пайтис. Третий раз нарушает правила. Это в любом случае штрафные броски. Итак, Безгодова. Вместо Екапсоны и вместо Артешины Татьяна Видмер. За 2.40. До конца этой встречи. Ганна Нолан. Конечно же, получает право на штрафные броски. Девчонкам нужно продолжать двигаться, чтобы не замерзнуть. Потому что во второй половине встречи вот эти тепловые пушки, о которых, я говорил, все-таки отключили. И постепенно, постепенно прохладная температура возвращается сюда в зал. Безгодова. Атакует из угла. Немножко дрогнула рука. Перехватили совместными усилиями мяч. Меньше двух минут остается играть. Еще раз Безгодова. На Видмер передача. Не стала она результативной. Кэндис Паркер. Со второй попытки. 23 очка. У Кэндис Паркера в этой встрече она, безусловно, лучший игрок. За эти цифры на табло можно назвать ее самым ценным игроком этой встречи. Тем более, что там и около 10 подборов мы увидим с вами. Левченко. Очень много промахов сегодня у Лены. Пробежка у Лехторович. Это фолы. Пятое командное замечание. И вновь штрафные. Или четвертый фолы. Четвертое нарушение. Безгодова против Лехторович. Видмер получает мяч. Паркер. Отличный. Отличный пас. И накрывает. Накрывает Сиповичуты. Татьяну Видмер. Быстрое нападение. Опережает Паркер. Квейдеровичута. 88.56. Заключительные секунды этой встречи. У ГМК проводят в атаке. Левченко. Уже не решается на атаку. Еще одна попытка Безгодовой. Не получилось. У нее забросить в этом матче. Заключительное слово оставится за хозяйками. Это не была атака. Тактический фол. Всего-навсего второе командное у ГМК. Выброс из-за боковой. Нужны ли это 2,8 секунды хозяйкам? Сейчас мы это увидим. Лехторович получает мяч. Атакует издали. И на этом звучит финальная сирена. Возвещающая о том, что у ГМК одержал победу со счетом 88.56 в гостях над Кауновским Вичи. Кэндис Паркер набрала в этой встрече 23 очка. 16 у Диана Нолан, 15 у Аннет Екапсоне. 11 у Артешина, 10 у Груда. Красивая победа на классе. С чем мы и поздравляем уральчанок. И погоня за лидерами продолжается за баллами зачетными при выборе соперника в плей-офф. Я, Дмитрий Гораненко, благодарю всех за внимание. И до скорых встреч на баскетболе. Субтитры создавал DimaTorzok